Обветшавшие колонны, покосившиеся трибуны. Уже несколько лет на стадионе царит полная разруха. Но восстанавливать «Спартак» никто не спешит, потому что непонятно, кому он принадлежит. За стадион, а точнее за землю, на которой он находится, ведут борьбу городская администрация и компания «Жилстроинвест». Землю стадиона отдали в аренду строительной компании еще во времена Юрия Аксененко на 25 лет. С тех пор территорию рядом со «Спартаком» начали застраивать элитными домами. Затем бизнесмены покусились и на сам стадион. По данным газеты «Время» за всем этим стоит депутат областной думы Сергей Курихин. Но нынешние городские власти сносить спортсооружение запретили. Спорный момент в том, что именно на земельном участке частной организации ООО «Жилстроинвест» располагается муниципальная собственность. Судебная тяжба из «Спартака» продолжается уже пять лет. Сейчас земля находится в аренде у «Жилстроинвеста», а трибуны и другие конструкции принадлежат городу. Отрицательно вообще отношусь к застройке. И вообще парк весь усекли, урезали, стало от него одно название. И стадион надо зарождать. Спортом занимаются, футбол играют. То есть и отдыхают вещи, и молодежь приходит. В общем, а домов тут и так много. Последние годы только его изуродовали. Этими застройками вообще парк превращать не знаю что. В федерации конькобежного спорта «Спартак» необходим как воздух. Без этого стадиона спортсменам негде будет тренироваться. Условия на арене и сейчас хуже некуда. Но это лучше, чем ничего. Как можно забрать у детей стадион, Александр Сатаров не понимает. Очень много народа ходит, тут вообще не протолкнулся, столько народу бывает. Но надо его делать, но у нас нет тут ничего сейчас на стадионе. Нет ни воды только, ни канализации, ничего. То есть надо определяться. Кроме юных конькобежцев на «Спартаке» занимаются ученики из соседних школ и железнодорожного техникума. Летом здесь тренируются спортсмены, а зимой стадион пользуется популярностью у обычных горожан. Здесь заливают бесплатный каток. Елена Гришина, Алексей Барыбин, Александр Кравченко. Новости Телеобъектив.